так и снова всем здравствуйте начинаем смотреть вот ты уточнил в режиме live игра то у нас явно не последняя да ну как я уже говорил товарищи еще из швеции тираной швеции хватает взять всего 1 1 раунд 1 раунд и одну карту то есть и он гарантированно выходит в плей-офф гарантированно попадает на игру кстати тот кто здесь ну собственно как мы говорили 4 зерга у нас 4 зерга у нас уже плей-офф сто процентов и посмотрим посмотрим как будет дальше 4 из 4 4 участвовала 4 прошло дальше но у нас самое главное что у нас есть читерский протас в группе а который играл вчера это эйс а меня не было слышно тебя тебя не было слышно ты походу вещал я что-то вообще не понял что это не слышно я тебя слышу так и думаю блин что ты так тихо круто круто здравствуйте друзья еще раз мы сейчас будем смотреть матч после а ну ты все дублировал нормально все будет хорошо все будет хорошо что я успел хорошего сказать а я сказал фигню и слава богу никто не услышал все к лучшему все к лучшему надеюсь у вас тоже все хорошо отличный вечер если пропустили большинство игр сегодня не переживайте на ютубе часть игру же есть может быть даже все которые прошли вот и я добавлю на джейм сразу после окончания стрима постараюсь успеть позаливать 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 так 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 что игра все еще не начинается please do say any result of other games in stream кричит просто пользователи с никнеймом велат это ты зачем otherwise i'll kill you говорит вы вилл говорит артердам дэм черт если по-русски черт скреп стейшн сегодня кстати на скреп стейшн игр было не было их по крайней мере мы их не видели да не помню даже так и ну что когда начнут вот шоткаст мунс гейм говорит велат i have to after в общем объясняет ситуацию пока делать все равно нечего там еще фьюри приходит фьюри уходит еще кого-то ждем слушай я могу нажать на крестик не приглашать этого игрока но я не знаю кто это вот так вот тут никого нету это у тебя какой-то глюк ну я попытался закрыть этот глюк и получалось что получил сотри у тебя почему-то не видно кармака в игре а он есть думаю что из этого может быть проблемы со стартом вряд ли то есть мы начнем в любом случае фьюри выходит фьюри вошел но его в игре вообще нету я не знаю что это за вред читерство какой-то продолжается мы все слышали про терринов все все слышали терны им бы ничего не могут сделать мне вообще не шарите не то совсем я говорил я говорил а разводите да нет 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 не скажу не скажу тебя было слышно очень плохо судя по всему да чуть-чуть поэтому поэтому пронесло что называется и я думаю что наверно надо будет снова стоп-старт делать чтобы не было такого нас великолепного начала а как хочешь в чем проблема мне очень очень легко мне это все исправить все делать стоп-старт я одной кнопкой одной кнопкой одной кнопкой опасно когда у одного человека появляется одна кнопка которая может сделать все что угодно окей черную метку но перед игрой стоп ним ждем мы по-прежнему пока закончится реклама на сцене только она закончится все будет окей 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 ну что же что же если выигрывает сквиртл что происходит если выиграет джоу что происходит а ты кулаку смотришь я уже сказал что из агресс культул по ноль или 21 то что ухо если выходит если счет сдасты будет 21 или выиграть желтон так вот вот да так то есть шоу нужно выиграть одну карту и все все остальное неважно если же сквиртл выиграть 20 так то там дальше все зависит от соки так если соки выиграть тоже 20 между этими тремя игроками сквиртл жоу и соки будет переигровка понял понял если же соки выиграет не 20 21 то сквиртл выйдет из групп напрямую а ну-ка дай на мне на нее посмотреть он такая же без эдер просто эдишен guild wars что злобные а что такое принесите пожалуйста мышку майкера сломалась мышка хорошо что ты думаешь делают админы идут за вилатовский рабочий комп снимает вилатовскую домашнюю мышку и приносит сюда это домашняя мышка да это по потертости ты определил да 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 и тут внизу там у меня тоже начеркана ну и больше ей больше года уже она старая добрая ну ладно начинается игра наконец-то мусоросборник серия до двух побед с джоу играет против сквиртл вы слышали расклад нужно хотя бы хотя бы взять одну игру с джоу не такая уж и кстати большая задача а фактически это не бо 3 получается у нас это у нас получается кому бо 3 а кому и бо 1 то есть кому-то до двух побед кому-то до одной победы так правильней выражаться так сейчас закрою наших друзей и остановлю потому что это сказывается на производительности и вот уже наши родимые 45 фпс класс 50 действительно не припоминаю я что-то ни одной игры за сегодня которая проходила бы на скрэпе как-то минули эту карту вниманием игроки ну чёркают конечно и может она им не особо нравится карта довольно неприятная твп да может чёркали из-за того что зергов много да вот как раз может быть по расовым темам то есть здесь вроде как зерги довольно может быть против зерга как раз все черкали потом против муна того же самого ну ладно это не столь важно так или иначе мусоросборник 12 гейт разведка после гейта здесь у нас начинается стенка с джоу полностью полностью все закрыть почему бы нет опа здесь кажется немножко изменилось или я туплю или немножко они подправили башни золнага она стояла ближе к краю не было там этого прохода вообще не было так стоп а что еще изменилось это здесь напишите кстати кто знает абсолютно четко что изменилось на скрэп-стейшн потому что сейчас мы можем просто но это мелочь такая реальная мелочь но сроди все нормально тоже центр камни вроде хорошо они могли попробовать ближе сделать да они сделали расстояние одно и то же от или нет да одно и то же помнишь у зерков особенно была эта проблема что сейчас замерю подожди угол угол да они у зерков была проблема что на этом экспанде хата стояла ближе то есть центр стоял ближе и опухоль расползалась до конца а здесь было гораздо больше свободного места то есть понятно что она появлялась чуть правее там значительно правее прям так значительно призначительно что они исправили этот баг что колоссы мали под этой фигне ходить может быть кстати за одной пофиксили тоже если вы не знаете запертый барак или запертые заботы робототехники из которой выходит юнит который умеет преодолевать препятствия сразу преодолевал препятствия прыгал в открытый космос где абсолютно спокойно себя чувствовал ходил мог даже забираться наверх вот есть видео на youtube в соответствующем можете посмотреть пойду почитаем может знатоки есть так пока ничего интересного раньше пробка на муви не включала зонагу это мелочь это мелочь нет не реально ничего не написали ничего видимо ну значит ты шаришь больше чем чем все остальные тут пока второй гейт добавляется глухая стена готова в исполнении с шоу с чоу опа пилон да ну пилон такой очень грамотный как раз против террона мы не раз хвалили этот пилон восторгались всем пилоном потому что он действительно многофункционален он дает и разведку на единственном фактически выходе кроме камней он дает возможность подвар по быстрого для атаки он дает возможность подвар по на нычку сразу же в общем это а нет мне показалось что это будет четвертый гейт но третий гейт там наверху опа гильон гильон заезжает часовые пытаются его до убивают на последней секунде буквально если бы не было кинуть этот force field гильон бы пролетела просто проразвестел бы он увидел завода робототехники да и два гейта ой у меня гильон кричит я только выключил звук с только включил вижу со стороны сжоу и мне такой крик в наушнике а я вляпался блин что это такое это оказывается у гильона когда проблемы да да послушаем тут планируется дроп какой-то развлекательный от жоу зададим им жару говорит тоже гильон зададим зададим а этот вляпался действительно полетел дропчик 8 мариков но на самом деле это довольно таки будь здоров ох ты как мочишь довольно таки ожидаемый дроп то есть принимаются марики по одному и во первых ничего не не убили никого не убили потерялись три марика и даже треть хп у мед и вака снил снялась пошел ставится цес джоу протаса делается nexus 47 лимита на 45 уже какая ужасная весна нос чешется третий день глаза слезятся что это за фигня так сегодня было минус 15 кстати да нормально сейчас на улицу выходил только что просто ух можно идти в днепр и купаться хорошо образно за день там как-то скакануло роботикс бэй появился у корейца а тут тем временем второй экспант но быстрее намного он достроится спирт на опять да и давай туда дроп туда дроп пока там нечем над его вот уже не удивишь дропом чем дальше тем ну конечно если ты противника не начинаешь как раз заставлять что-то делать то есть туда-сюда вот он хочет одновременно сделать это правильная тема то есть он это очень много раз сделал против вайтеры помнишь он два три дропа одновременно контролировал и там все восторгались тут на иеме радовались вот дроп пошел вниз отводит рабов самариков забыли пацаны пацаны мы с вами они решили ну раз в нас оставили мы будем бить газ так нужно возвращать дроп нижней там чё один stalker он мог можно было так забрить даже тремя мариками его можно забрить а тут под варп уже идет в общем задача живу понятно после того как он решил ставить эксп нужно было выиграть время для того чтобы ну не было такого сильного экономического преимущества да это и это большая проблема потому что там уже идет колосс уже вроде как и с технологиями все в порядке а тут у нас еще ццшки нет вообще по так понимаю что сжоу играет первую очень-очень слева потому что ему сыграть нужно ну ему даже не надо 2-0 выигрывать хватает одной карты я думаю он это знает до вас торги там а зачем после колосса ну типа даю викингами перемойку и то есть фениксами перемасить викингов и и типа чтобы у колосса было прикрытие с воздуха это хороший вариант и против зерга самое интересное что вот у протасов есть вот две такие универсальные связки как раз которые роляют и против терна в общей массе и против зерга это колосса плюс прикрытие с воздуха это либо грелки но это если деньги есть конечно же да или феникс и все пошел грейд на колосса достраивать старпорт и сейчас увидим будет ли это грелки или будет это феникс что грелки в принципе дорого-дорого грелки очень дорого да газа не хватит есть два феникса заказаны с другой стороны если извини что перебил просто если он бустит из двух старых гейтов строит фениксов то у него газа уходит больше чем если бы он строил грелку потому что феникс и строится быстрее а стоит по газу там 100 газа всего лишь а не 150 ну то есть там можно строить и то и то по сути просто все равно газа не хватит третий нексус нужно ставить да причем он бустит бустит фениксов сейчас у него будет штук шесть но газа не хватает газу мне а пилон с этим все еще стоит вот никто не мешал протасу как вот вайтра сделал кажется в той же самой игре против на варпить на то есть пойти привлекать с шумом с гамом начать разбивать камни например да и одновременно с этим варпануть четырех зелков которые просто отправляются на экспан когда они бы тут натворили чудеса гост академи да но вот это не совсем понятный мув потому что ну не будет темпларов у протаса ему просто физически на это все газа не хватит ладно колодцы ладно грейд ладно там не знает же этого не знает же этого жоу он вообще ничего не знает он видел всего три гейта и вот знает что будут колоссы да и и он еще делает дроп что самое удивительное потому что если бы он знал что там два из таргейта он бы последнюю очередь бы делал дропы с медваком потому что это все это вот сейчас передается информация в центр фениксом а фениксом пофиг да чё преследовать не будем друзья фениксом пофиг да он их не палит просто вон там смотри сколько дропов три дропа все еще летит ждут своего часа глянь на миникарту 1 2 и 3 3 до не висят там в этих дропах кстати если собрать это вот есть пошел первый на мэйн есть сразу сейчас 2 3 пойдет на 2 3 что-то ждет шоу первые дропу здесь прилетели феникс и убью смешно мидивэк нормально нормально так погонял вот и второй третий а решили не дропаться все что нужен лимит здесь от 130 лимита кстати ушел и время рад лимит намного слабее чему чем у сквыртла что здесь есть 1 2 3 колосса с грейдом силы 0 0 сталкера тоже 0 0 понятным пойдет еще и в обход ну и феникс но феникс они такие довольно своеобразный ну хотя они сейчас равно в качестве компенсации жоу делает викингов то есть они пригодятся вот два викинга оплату смотри халяву не вот утомил два вон еще три тут стоит и он под реактором строит поэтому уходит слишком много перестарался с подниманием хотя успел всех убить надо сказать молодец вот феникс уже себя считаете окупили каждый убил там по парочке рабов кто-то 3 кто-то 0 кто-то 1 кто-то 4 и все и на пару они уже себя купили да тут терану нужно думать на 3 нычки а вот он ее уже не только он она у него уже в проекте реализует даже строится great на атаку воздушным great на атаку наземным у протаса ситуация выглядит получше намного лучше намного лучше у него просто двенадцать феникс а сейчас очень пыль будет смотри эмп 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 ба-бах это специально он привлек викингами к себе фенов для того чтобы они собрались кучи он киндал на них емп на толку если они сейчас начнут снова регенить благополучно такая и летает а почему третью нычка не ставит да вот это непонятно что у тарана она уже летит и желательно лететь на острову ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой воздухе ловит ее я там полчаса будут бить к сожалению феникс откроется что рядом был таран до прикрыл как все но зато спалился вот ставит про то тоже третью полностью так зеркальная не продвигается но сейчас таран пойдет нападать мало викингов так и зачем тарану нападать он видит что у протаса и нычка еще не готова всего пять колоссов шесть колоссов вот это очень очень плохо нужно штамповать массово просто викингов и возможно даже подумать о грэйде в арсенале на у него арсенала даже нет смотри нападает он на колоссов зачем 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 опа емп в молоко просто внес нет тут просто тиран развалится вот тиран если будучи астаковать он развалится он развалится странная мысль в общем то когда у противника 5-6 колоссов это явно не чемпионская игра просто и вот разваливают минус 3 база еще кидает в наглую из жоу двух мулов да ладно стреляй поиск не выдержит планетарка можно поднимать же да поднимает например там чтобы никто не ушел еще этих поднимать маны есть туре . ох туре . а можно на x прилететь там ничего нет поднимать рабов и все туда это уже тут уже нигде ничего нету жоу не знаю почему еще не выходит ну вот джи джи страна 1-0 в пользу сквиртла ииии ух 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 а че он хотел то я не пойму как как жоу планировал убивать колоссов не знаю если бы у него было там 15 викингов еще можно было бы подумать но так меня тоже тот же эрор что и вчера давай беги лети ну хорошо герор все таки вы мне в игре да дождались конца так видео с багом колоссов там дают ссылки мы с разборник имба зерговская карта поэтому не любят играть окей звук из игры тише вилата плохо слышно сейчас сделаю и изменить и меня демоны злобные ты летишь да я уже здесь я не вижу тебя я вот уже вот ломлюсь расчет времени вот он я вот он я так изменили дым на всех картах где есть дымовые завесы раньше эти завесы были как бы не закончены теперь они соединены то есть со всех сторон дым то есть кольцо скорее всего имеется ввиду по крайней мере к злнаги это нормально относится надо приглядеться там еще два места где есть дым но вот сейчас напомню интрига в следующем с джоу не обязательно а вот сейчас ему обязательно выигрывать все у него теперь нет да сейчас да сейчас мы обязательно выиграть ну что будет переигровки а если там нет два ноль ты что хочешь смотреть счет что ли не я не я не смотрю счет ты что я не смотрю счет нажимай на клавишу f5 я не смотрю счет я тут отправляю человеку реплеи я культурный молодой человек смейный просмотр трансляции вместе вместо сериалов смотри нормально это хорошо там DVD такси ракетка ну здравствуйте еще раз с кем не здоровались второй день подходит концу потихонечку много было сегодня интересных игр если вы каким-то причинам не прогуляли школу в институт или не забили на работу или например не смогли на работе посмотреть стрим то смотрите в записи много интересных матчей сейчас мы при счете 1-0 продолжаем смотреть матч джоу против сквиртл 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 это что за покемон я вызываю сквиртла сквиртл сквиртл да и ситуация такова что джоу не обязательно выигрывать 2-0 ему достаточно взять только одну игру чтобы по разницу очков выйти из группы на третьем месте сквиртла же не устраивает соответственно никакая победа кроме как 2-0 и он уже наполовину приблизился к этой самой победе а если он выиграет то что опять непонятно да да понятно все я же говорю если он выиграет все зависит от соки и это это пока непонятно тогда да 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 нам нужно узнать как играет соки я в принципе мог бы узнать играет неплохо не узнавая как играет мун давай я узнаю как у нас дела у соки в его игре то что он играет на самом деле ну так более менее это да соки так ну все ровно тиран аккуратненько застраивается 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 ну хорошо ладно пусть застраивается заплай просто он один построил вот таким вот образом а здесь второй начал уже ближе к рампе второй газ что-то мне подсказывает что здесь будут часовые и хотя нет нифига это не значит что будут только часовые может он роботик с вас сейчас сыграет пока пока тратит 100 газа на сталкера и играет на врата искривления интересно они называются опа и вот он сюрприз это скорее всего старгейт будет да очень похоже по крайней мере либо прятать цитадельку с дарками но это не очень удачное место для прятания как бы их можно где угодно там в углу карты на старгейт он ну как раз его здесь разумно прятать почему ну во первых дарков вы можете прятать где угодно они не привязаны к вашим производящим зданиям то есть вы делаете грейт три гита и варпаете куда угодно там как хотите а вот если вы поставите старгейт где-нибудь далеко спрячете то горелка все-таки не такой быстрый хотя не факт что там будет горелка может он решил вообще его фениксами замочить да нет я думаю все же ну блин такие рискованные решения тут второй гейт добавляется и понятно что шоу шоу вообще не идет в разведку что самое главное вообще просто как будто специально именно в этой игре он решил вообще не разведывать угу ну это его стиль это не специально в этой игре он в принципе очень часто не ходит на разведку так пробка здесь бегает пытается количество действий в минуту тоже поражает средний апм 70 против 227 36 сейчас 36 пацана это чемпион европы ну это это круто раз кто не умеет кликать 70 апм кто не умеет пробка просто забегает на мейн видит что здесь достраивается второй цц и тут вообще нечем отбиваться от грелки она уже вылетела а тут будет еще варп жесткий смотри пилончик снизу и это будет варп с треки всяких зилатов и проще хрени ой 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 сейчас просто просто возьмет выйдет с мейна не будет палить я думаю грелки пока их не будут 3 штуки здесь всего 3 марина это бред сейчас будет так так унижен просто 4 5 5 маринов 5 маринов будет 5 маринов и тут уже 3 грелки И сейчас будет, сюда идёт, ой-ёй-ёй. Да, и подвар будет сюда на пилон. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, убили из Жоу. Жалко, конечно. Он был так мало. Жалко, жалко ещё не всё решено. Вот если соки там проиграет хоть одну карту у Феникса, тогда будет всё решено. Он вполне может проиграть. Феникс выглядел очень злым. Опа, спалил, спалил, увидел, что здесь пилон. А спалил ли что-нибудь ещё? Только пилон, но два бункера. Два бункера, в одном месте сидят пародёры. Это всё не важно. Да, тут разогреемся на ЦЦ, ЦЦ убьём, рабочих убьём. Он на бункере своём разогрейся, на чём угодно просто. На камнях, кстати, греться можно хорошо. Скорее всего, да, он греется на камнях. Ой, и сюда идёт пачка, и сейчас... Сейчас будет такой сюрприз. Вот я хочу отлицать Жоу, посмотреть на это. Вот я так нормально всё пилончик хотел убить. Ой, грелки! Какие грелки? Откуда? Эй, так не честно. Минус бункер сразу. Бабах, марики. Пыщ, пыщ, пыщ. Такая страта, я чувствую сейчас... Да всё, как он здесь отобьётся, извините. Два марина заказана, но никак. Четыре грелки сейчас будет. Просто четыре грелки полностью разогреты. Давай. Как же они выжаривают. Какой бункер? Четыре секунды где-то было у бункера, чтобы... Оп. Ох, ты ж ёжик. Я чувствую, надо попробовать по планете такую стратегию. Многие протасы попробуют, потому что... Смотри, как он горит! Да, шансов никаких. Смук на уши как аж такое. О, на своём сталкере, смотри. Ой, как он контролит. Ой, как показывает, типа, ой, я кореец. Так, оттуда, от в этого. Ну, чтобы идти по грелке и ехали вперёд, и всё равно наносили какой-то... То есть, не разогреты... Такой сумасшедший дамаг. Мародёры так вообще с бонусом получают. Жух, жух. И это джи-джи. Два ноль. Вот это красиво было. Вот это красивая игра, действительно. Вот это... По страте переиграл. Ну, а чё, противник не уходит на разведку, не разведывает вокруг практически ничего. Ну, всё, теперь будет знать. Сам дурак. Сам дурак. Найс, найс. Ну что, демки? Как мы сейчас будем действовать? Да, сейчас мы давай рассмотреть демки, но тут проблема в чём? Проблема в том, что... Было написано, что... Матч Moon-Moon Glade ещё не начался. Да ладно. В принципе, он же, типа, как бы, ну, ни на что не влияет. Поэтому, может, они его сейчас покажут? Сейчас посмотрим по стриму, по-официальному. Единственное, друзья, я сделал всё-таки стоп-старт. И вот, если бы, с народом, который будет делать всё, чтобы бы ответить, по-официальному. Он будет ли выиграть. Он будет ли выиграть. Ну, если бы сей, может быть не... Субтитры сделал DimaTorzok